Привитание, поваженные подписчики канала Процветок. Усим солнца у хату, с вами Ольга Дуброва. Сегодня снова поразговариваем про петунию. В своем сообщении я постараюсь отметить такие моменты, которые иногда упускаются. И обращу внимание на те моменты, без которых выращивание петунии невозможно. Я понимаю, что у всех разные условия выращивания и разные возможности. Но давайте определимся, что, как всегда, для успешного выращивания петунии необходима свет, температура и влажность как почвы, так и окружающего воздуха. Поэтому можно условно разбить на три этапа, когда мы будем всенепременно стремиться к тому, чтобы соблюсти температуру. Первый этап – это когда мы даже можем не замечать, но как только мы погрузили зернышко во влажную почву, пошли ростовые процессы, лопнула кожура семенная, пошел прорастать корешок. Это в зависимости от соблюдения условий может составлять за трех, пяти, семи дней. Это происходит. И вот появляются семидольные листочки. Они такие крошечные, аккуратненькие. Это первый этап. И на этом этапе необходимо, чтобы температура была всенепременно 22-24 градуса. Следующий этап – это когда все семидольные листочки нашей массы раскрылись и начали появляться настоящие, правильные листочки. Вы их отличите, потому что они будут отличны по окраске, форме, опушению. Это всегда заметно. И в общей массе все эти листочки правильные образовались. Возможно, пара, возможно, две. Здесь температура должна быть 18-20 градусов. Все непременно. На этом этапе мы снижаем влажность. Чем меньше температура, тем меньше влажность. Мы снимаем укрытие с наших росточков, либо делаем проветривание чаще. Но когда уже две пары в настоящих листочках появилось, укрытие необходимо снять, чтобы растения проходили закалку. И следующий этап, третий этап – это когда мы начинаем растения постепенно переводить к более, ну, для петунии, суровым условиям. Когда мы распикируем рассаду и пройдет дней 7-10. Здесь температура должна уже быть 14-16 градусов. И в дальнейшем на этой температуре мы и будем производить выращивание рассады. Тут уже надо будет смотреть в дальнейшем на те условия, которые у нас есть. Если света мало, значит и влажность должна быть меньше, и подкормки меньше, ну и так далее. Необходимо будет вам досвечивать, потому что определенные сорта, я позже скажу группы, мы их будем высевать когда? Да, в январе, феврале месяце. И тут нужна будет досветка. Досветки хватит порядка 100-500 люкс. Это отдельная тема, вы поинтересуетесь. Без досветки у вас ничего не получится пышного пуста в начало сезона, потому что досвечивание, кроме всего прочего, оно способствует закладыванию цветочных почек. Рассада получается более выровненная, компактная и устойчива к различным стрессовым ситуациям. Следующий вопрос встает такой, что какие нам выбрать сорта? Первыми, вот в январе-феврале месяце, мы будем сеять очень хорошие сорта. Это все те сорта, которые образуют такие водопады, не спадающие. Это наши любимые фрилитуни, каскадные, крупноцветковые, суперкаскадные сорта, у которых длинные плети, которые мы будем прищипывать. Следующая группа – это просто хорошие сорта и гибриды. F1, обращайте внимание. Почему F1? Потому что они будут обладать надежными качествами и будут противостоять различным нашим огрешностям. Их мы можем сеять до конца февраля смело, они успеют вырасти. Совсем простоватые, прости меня, петуния, такие вот, которые традиционные или где-то там собранные у себя в огороде, они уже много лет у вас живут, их можно сеять весь март. После марта мы петунию не сеем, потому что это уже не будет иметь смысла. Выбирая гибриды F1, они, конечно, там будут по 5, по 3 штучки, по 10 штук. Они будут, как правило, дрожжированные. Не пожалеете, купите 1-2 пакетика хорошей петунии и на нее сделаете ставку. Это то, что вы будете сеять в роли. Потому что вы затем, когда все у вас будет происходить правильно, сможете ее черенковать. И затем таким образом размножите, у вас получится много собственной рассады путем черенкования. И эти кустики, которые расчеренкованы, растенец, они догонят, а может даже будут опережать та, которая посеяна в феврале месяце. Досвечивание, напомню вам, должно составлять порядка 12 часов не менее в сутки. В марсе месяце, там уже своя история, там уже светит солнце, день длинный становится. В принципе, можно обойтись и без досвечивания. Встает вопрос, во что сеять. Необходимо заранее об этом побеспокоиться и подготовить собственный почвогрунт. Он должен быть рыхлый, воздухо-водопроницаемый, лучше смешать в равных пропорциях. Скажу вам честно, я бы не давала строгие рекомендации, столько-столько-столько этого. Можно в равных частях, компостную землю, торф, песок. Можно на литр, объем почвы литр, добавить чайную ложку доломитовой муки. Но это надо сделать за неделю-две, чтобы она успела начать работать. Либо, если у вас большие объемы, то на ведро грунта добавить стакан доломитовой муки, либо чего-то такого мелового. Для чего? Потому что петуния, она не любит кислую почву. Будут задерживаться ростовые процессы, и это скажется на качестве рассады. Некоторые приветствуют и очень рекламируют таблеточки, торфяные таблеточки. Я не буду их рекламировать и даже буду говорить, что не сажайте торфяные таблеточки. Почему? Потому что, если особенно человек новичок, то очень трудно на той стадии, когда мы напитали таблетку влагой, она вся такая раздулась, туда поместили семечко, вот оно проросло, все вроде бы идет замечательно, оно укрыто. Мы сняли укрытие, оставляем на сутки, и торф, он очень быстро пересыхает. И на этой стадии можно просто не словить тот момент, когда мы не сможем восполнить жидкость и пересохнет. То есть вот такой момент, с одной стороны, влагоемкости торфяной таблетки, как и всякого другого торфа, а с другой стороны, быстрое пересыхание и потом невозможно быстро промочить, то естественно, что мы просто загубим свои семена, которые мы приобрели, или собственные семена. Помните о том, что сорта петунии с красными цветками, они вообще, такая у них физиология, очень медленно прорастают, медленнее, чем все прочие, и затем у них более медленное развитие. Так что не пугайтесь, наберитесь терпения, и все будет хорошо. Если вернуться снова к тому, какие покупать, то, конечно, я вот приготовила, просто забыла показать вам картинки, разнообразнейшие сорта, и по махровости, и по размеру цветка. Но можно еще немножко схитрить, и всегда в смеси петуния идет гораздо дешевле, чем конкретно какие-то сорта. Это могут быть в смеси и F1, а могут быть просто как бы очень хорошие сорта, но в смеси. Если вам важно в дальнейшем, чтобы они были по окраске, вы увидите по окрашенному бутону, и затем уже будете в своем цветнике располагать по окраскам, если вам это важно. Если вам важно этот сорт, и собрать семена именно вот только красные, допустим, окраски или белые, то посадите в разных уголочках сада, и тогда, ну, чтобы было изоляция, и тогда вы сможете приблизительно удержать петунию, чтобы она не расщеплялась, по крайней мере, в первый год пересева этих семян. Чем нам надо запастись в преддверии выращивания петунии? Потому что, когда она будет пересажена, то через неделю, через 10 дней нам придется уже подкармливать. Значит, надо обзавестись удобрениями. Это может быть обычная азофоска, либо очень хорошие удобрения, когда они разбиты и рекомендованы по фазам роста. Например, кристаллон. Он может быть желтый, красный, голубой, синий, там какой-то лиловый. Почитаете, и вы поймете, что это очень удобно. И к тому же кристаллон по разным стадиям развития очень экономно расходуется. Вам необходимо будет также приобрести хилат железа. Для чего? Потому что, если вдруг что-то пошло не так с кислотностью, вы поймете по развитию вашей рассады, что она желтеет, остается зелененькая. Жилка, значит, не хватает питательных веществ. И с помощью хилата железа мы сможем это исправить. Также необходимо обзавестись фунгицидами. И все может пойти не так, если загущенные посевы вы своими семенами сеете. И надо все-таки приобрести еще кальцевую селитру. В зависимости от развития ваших растений вы будете наблюдать. Достаточно один раз в две недели подкормить азофоской, либо какими-то удобрениями, микроудобрениями. Но если рассада будет выглядеть очень чахлой, значит, мы кормим комплексным удобрением. Если рассада начнет вытягиваться, мы начинаем кормить кальцевые селитры и отметаем все, что содержит азот. Потому что еще больше будет происходить вытягивание. Кальцевые селитры не увлекайтесь, потому что в больших дозах она будет тормозить развитие растения. Будьте ко всему к этим моментам внимательными. Что я вам хочу еще продемонстрировать, это как выглядят семена петунии. Наверное, вы уже видели, но может кто-то и наблюдал такое чудо. И вот посмотрите, вот это и есть петуния. Поэтому если вы покупаете 0,5 грамма, то вы засеете целую, не засеете, а засадите рассадой целую сутку в вашем огороде. Сею сразу. Здесь у меня кокосовый грунт для образца. У меня уже подготовлена почва. Я ее пролила. И это будет происходить вот так. Я уже как бы знаю на глаз. Иногда рекомендуют, что надо покрыть сверху снегом. Но это когда семена вот такие собственные или просто куплены в смеси, и они не дрожжированные. А семена, которые продаются в таких вот капсулах, они имеют вот такой вот вид. Когда мы будем высевать, будет видно, как мы их раскладываем. И можно сразу разложить на хорошем расстоянии друг от друга, чтобы потом в процессе роста нам было легко учитывать, кто зашел, кто нет, во-первых. А во-вторых, чтобы они не затеняли друг друга. Что мы никогда не будем делать? Мы не будем сеять петунию под зиму. Мы не будем сеять рано весной прямо в грунт. Кто-то скажет, что а вот у меня получалось. Да, получалось у меня. И я такое видела, что из-под зимы выходило. Но это не правило, это исключение. Мы это отметаем и на эту ставку не делаем. И что еще не надо делать? Не надо бояться. И тогда все у нас получится. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова